И всем привет, дамы и господа, с вами Кентавр, это игра Сабнатика, друзья. Сабнатика и мы сейчас где? Мы сейчас в воде, во-первых, а во-вторых, мы в этом вот роботе, который называется на самом деле Креветка, друзья. Так, вы сказали, что... Какие же вы громкие, ах, ёлки зелёные, чудовища вот такие вот плавают тут и плавают. Так, друзья, во-первых, вы сказали, что таким образом я предметы взять в инвентарь не могу, значит, надо снять, вытащить, допустим, руку, вот это вот прилипало, допустим, да, давайте я выйду. Где это у нас вытаскивается? Это у нас улучшение, улучшенная рука, это, наверное, здесь, да? Вытаскиваем, наверное, вот это вот, да, рукозахват, это вытащим и у нас получается сейчас обыкновенная рука, типа зажимы. И давайте попробуем. Инвентарь... В смысле? Инвентарь полон был написан, а он всё-таки взял. А ну-ка, секундочку, давайте посмотрим. Так. А, всё-таки взял, взял, нормально, молодец. Да, прикольно, ребятки, спасибо, будем знать, будем знать, что вот такие вот предметы можно брать... Чё, сейчас уже не берёт? Ага, берёт, нормально. Можно взять с помощью этой вот руки. И вот так вот мы хватаем. Но, суть в том, что без этой вот руки, которая, типа, там, прилипала на верёвке, да? Дело в том, что очень трудно бывает иногда выбраться из какой-то ямки, из какой-то дырочки и так далее. Поэтому я эту вот руку, да ёлки зелёной, чё я её выкидываю? Так, поэтому мы эту вот ручёночку берём и ставим обратно. Ну, типа, как улучшение, так что пусть будет всё здесь. Тихо, 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 не туда. Всё будет у нас на месте. Вот мы можем вот сделать вот так. И с помощью этого мы будем двигаться намного быстрее, да? Но, суть не в этом, друзья. У нас есть два аппарата. Смотрите. У нас есть робот. Этот, которого называют креветкой, потому что у него прям написано, прям где-то было написано, наверное, да? Да, что он креветка. И у нас есть мотылёк. Вы уже знаете, что такое мотылёк. И у меня в ВКонтакте, в группе ВКонтакте у нас есть голосование, как назвать, типа, этих вот двоих. Назовём его, допустим, присоской. Это вы же также варианты эти вот давали. Присоской будем называть его или железным человеком. То есть присоска или железный человек. Как их назвать? Или мотылька. Как назвать мотылёк? Давайте посмотрим сначала на него. Вот он, наш мотылёк. Мотылёк. Назвать Немо или Октопус. Ну, Октопус, типа, да, на английский. Я не вижу, тут у него восемь щупалец нет, но всё же также вы предлагали Октопус или Немо. Но это более-менее такие варианты, которые мне понравились. Так что, так что, так что, так что, варианты выписали. И сейчас будем выбирать, как их назвать. Так что заходим быстренько в ВК. Голосуем. И на следующей серии имя мы поменяем. Всё у нас будет понятно. У всех будут свои имена. Так, какие у нас планы на сегодня? Планы такие. Сначала сделать биореактор, потому что я чуток изменил базу. Еле-еле так, можно сказать, изменил базу. Здесь добавил вот такой вот ещё модуль. И там будет у нас биореактор. Потому что ночью у нас, ребятки, бывают такие моменты, что энергия заканчивается. И дело в том, что если энергия заканчивается, тут нету ни воздуха, ничего. Это большая-большая проблема. Так. И ничего нельзя скрафтить даже. Находишь железо, блин, и не можешь сделать титан. Так, биореактор. Вот он. Крафтим. Биореактор. Все ресурсы уже есть. Я всё взял в инвентарь, чтобы не шататься туда-сюда по базе. И вот у нас биореактор. Вот такой вот красавец. Он занимает целый модуль. Он на самом деле огромен. И ставится он только по центру. Это к кому? Говорю к кому? Тем, кто не знал этого, да? Что в него засовывать можно? В него можно засовывать много чего. Сейчас мы это сделаем. Но, чтобы освободить инвентарь, я хочу ещё кое-что сделать. Наша креветка, вот этот вот работёнок, да? Он у нас работает с помощью вот таких вот энергоячеек, да? И у нас нет ещё устройства для того, чтобы питать. Запитать их. Сейчас надо ещё найти. Так, вот. Зарядное устройство энергоячеек. Компьютерный чип, комплект проводов, стекло и два титана. Это не дорого. Так что это всё дело у нас крафтится довольно быстро и легко. Блин, здесь не хочу. Там у нас будет стекло. Здесь мало места. Здесь мало места. А чё мало места? В принципе... В принципе можно. Или там, или там. Давайте здесь поставим. А давайте прям здесь прям. Сэкономим место, блин. Мы же на базе всё-таки подводной базе. Ёлки зелёные. Раз можно так высоко ставить, почему бы и нет? Вот вам и зарядка энергоячеек. О, вообще круто. Так, энергоячейка 45, энергоячейка 48 и 100. Ну, давайте сделаем вот так, вот так. Энергоячейка 45 и 100. Не, не нравится. Мне не нравится. Там должны быть показатели. Ребятки, забираем это всё дело обратно. Разбираем. Сейчас сделаем. Там должны быть показатели. Насколько процентов у нас всё зарядилось. И мне эти показатели прямо крайне важны. Строим ещё раз. Открываем. И ставим 49, 45. Давай. В смысле? А где они? Я их вроде поставил. Я что, в этот ящик поставил? Да, вот они, 46 и 49. У нас их дохрена, ребятки. Мы их нашли возле Авроры. Так, вот так. Ой, вот так. О, показатель есть. Всё есть. Вот, заряжаются энергоячейки. Видите, да? Зарядка пошла. Отлично. А у них были характерные звуки раньше. Они есть, смотри. Но очень тихие. По ходу обновления их поменяло. Звуки эти вот поменяли, то есть. Так, сейчас. Чем запитывать или питать этот биореактор? Сейчас я вам покажу. Я сделал тут опорки эти вот. Но мне кажется, я их разберу, ребятки. Вот эти вот нюансы я их разберу. Потому что каждый раз, когда я выхожу из базы, каждый раз они закрываются автоматически. Ну, наверное, для безопасности. Там туда-сюда фрукты. Инвентарь полон. В смысле полон? У меня там места ещё должно быть. А местечка-то нету. Местечка-то нет. Так, я понял. Ничего страшного. Идём. Нам хватит, по крайней мере, для биореактора. Хватит. Так, база у нас не маленькая. Но она будет ещё больше. Кстати, кому нравится всё это дело, ребятки, ставим лайки, подписываемся на... Упс. Я один кусочек съел. Ничего страшного. Короче, мы берём фрукты или берём вот такие вот травки, там, не знаю, водоросли и так далее. Кидаем вот в этот биореактор. Он мешает вот эту вот всю жижу. И делает нам энергию. Сверху, если посмотреть, у нас вот сверху, вот там вот, прям наверху, прям, да, на экране написана глубина и энергия. Энергия у нас 102, допустим, из 200. То есть этот биореактор нам даёт плюс 100 энергии. Сейчас энергия накапливается. Да, накапливается и будет сейчас 103 будет и так далее. Так, здесь у нас будет кабинет типа исследователя, не знаю, там, учёного и так далее. Это надо ещё обустроить. Но у меня сейчас план другой. Я хочу сделать ему нашему роботу. Хочу сделать вот такую вот пушечку. Сейчас, секундочку. Давайте сделаем ему пропульсионную. Так, расширенный комплект проводов и батареечка. Расширенный комплект. Вот он, расширенный комплект проводов. Батареечка у нас должна быть здесь. Нормально всё, да? Чё так поменялось или мне показалось, блин? И можно сделать. Да, можно. Пропульсионная пушка. Отлично. Делаем ему пропульсионную пушку. Я кое-что хочу попробовать. Так. Я ему хочу, если это получится. Мне кажется, не получится, но всё же. Пропульсионная, репульсионная. Вот она, пропульсионная. Или в руку. Не, ребятки. Пропульсионная сюда не влезает. Репульсионная сюда не влезает. Смотрите, вообще никуда не влезает. Так что мне писали. Или репульсионную ставь в руку, или пропульсионную. Я уже не помню. Тихо, не выкидывай ты ёлки зелёные. А блин. Давай, бери. Вот так вот. Вот так. Ставится только вот рука захват. И рука захват и бур костюма. А может, я не знаю. Может, на самом деле сейчас я её выкину. Я её вот сейчас выкину. Зайдём вот сюда. Ага. Секундочку. Сейчас я сниму у него улучшение. Вот это вот улучшение. Сниму и зайду в нашего робота. И возьму. Взять пропульсионную пушку. В хранилище нет места. В смысле нет места. Вы чё? А фонарили? Как от места нет? Вы чё? А, у нас же там же это, весь хлам, блин, стоит. Литий. Так, окей. Заходим. Не-не-не, не сюда. Так, зашли. И попробую сейчас взять. Не, ребятки. Или меня в комменты обманули. Или, ребятки, чё-то там поменяли после обновы. Но не репульсионную, не пропульсионную. Нихера, короче, ставить в руки этого типа робота нельзя. Так, секундочку. А где он его взял? То есть, куда он поставил? Наверное, сюда, да? Да, он её поставил в инвентарь. К сожалению, в инвентарь. Да. Так что, как мы не писали, что можно. Ребята, если вы это смотрите. Ребятки, я вас разочарую. Нельзя, нельзя. Нельзя, к сожалению, нельзя. Так что, пушечка эта вот остаётся у нас дома. Энергоячейки у нас загружаются. И у нас большое такое путешествие. Намечается, но только когда у нас будет утро. Кстати, я вышел с базы, зашёл. И дверь открыта. Да, но иногда бывает так, что реально, или я когда далеко отхожу. Да, походу, далеко отхожу. И сразу же у нас закрываются все вот эти вот двери. Это очень плохо и неудобно. Так, идём дальше. Походу, ребятки, будем ждать солнышко, чтобы у нас было светло. Более-менее так видно, что было. Да, крафтить, крафтить, блин. Называть, то есть красить и название менять мотыльку и креветки мы будем. Но в следующей серии. Так что, ребятки, не забываем. Заходим в группу ВК. И голосуем, как назвать вот этих вот двоих. А сейчас что буду я делать? Сейчас, походу, будем ждать, когда у нас будет, да, утро. И пойдём в путешествие. А то мы только пойдём, а у нас будет ночь. Ребятки, ждём утро. А я пока пойду соберу всякие-всякие ненужные и нужные ресурсики. Всем до встречи. Ребятки, а пока у нас ночь, кстати. У меня там, кстати, эта жижа заканчивается, мне интересно. Или не заканчивается. Я смотрю, тут всё работает. Ага, заканчивается всё-таки. Да, есть такое дело. Пока у нас ночь. Есть же чем заняться. Смотрите, мы идём сюда. Видите эти надписи? Мотылёк. Там у нас будет другое что-то, но я ещё не придумал. Сейчас будет. То есть, или спальня, или что-то типа этого. Но что-то у нас будет. Могу сделать, сейчас скажу, модуль костюма креветка. Это мы сделали, это мы сделали. Улучшение реактивного ранца. Пока что у меня не нужно, но я, в принципе, кианит ещё не нашёл. А здесь у нас также кианит, да? Уран. И это вот. Да, здесь у меня кианита вроде бы пока нет. Надо будет его поискать. Общие модули. Общие модули это хорошая вещь, кстати. Компенсатор давления. Это только для мотылька, да? Походу. Увеличивается прочность корпуса при этом вот среднем давлении. Совместимость с мотылькой. А, и с креветкой. Ух ты, круто. Компенсатор давления. Сейчас, наверное, сделаем. Пластолевый слиток. И компонирует компьютерный чип. Дальше. Усиление корпуса можно. Превентивно усиливает корпус перед столкновением. Исключаем повреждения при обычных условиях. Совместим с этим, с обеими, короче, да? Модуль энергоэффективности. Блин, не знаю. У меня-то даже там не влезет. Или влезет всё это вот. Или не влезет. Хер его знает. Так, модуль хранилища. У нас есть уже, да? Титанчик есть? Три штуки. Ну, давайте, модуль хранилища. Значит, будет у нас больше места в инвентаре. Дальше. Можно усиление корпуса делать. Давайте делаем. Пока у нас титанчик вроде в инвентаре есть. И модуль, компенсатор давления. И энергоэффективность. Что он делает? Перерабатывает порой побочное тепло для минимизации потери энергии. Совместим так. Побочное тепло. Модуль энергоэффективности. Ну, давайте, компьютерный чип возьмём. И пластолевый слиток, друзья. Компьютерный чип у нас вроде бы был. И два слитка этих пластальных, или как их там называют. Дорвецки, бозона здоровая. И бежать надо туда-сюда немало. Так, компьютерный чип у меня походу закончился, да? Уже нету их. А, есть один, один есть. Неплохо. Что там было? Пластолевый слиток. А пластолевых слиток, к сожалению, у меня нет. Но можно сделать, это не проблема. Только вот вспомнить, где оно делается. Вот оно. Титановый слиток и литий. Слиток. Слиток у меня тут был. Или? Литий сто пудов был. А слиток я не помню, был или не был. Так, литий есть, слитка не было. Для этого мне нужно освободить свой инвентарь немножко. Потому что титановый, так, это вот. Нет, давайте сделаем вот так. Возьмем сейчас, секундочку. Сейчас все будет. Титановых слитков мне нужно. То есть этих титановых нюансов взять 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да, есть. Делаем один титановый слиток. Так, вот он. Литий я уже взял. В инвентаре у меня литий уже есть. И с помощью лития плюс титановый слиток мы делаем пластолевый. Вот он, пластолевый слиток. Отлично. Да, ребятки. Это у нас не новый выжив... Ну, как бы новый. Это новый выживание, по идее. Не знаю уже, какая там серия у нас получается. Но более-менее в этом... В сабнатике мы плюс-минус разбираемся. Так что это не проблема. Все скрафтить, сделать это все вообще не проблема. Так, секундочку. Нам не сюда. Компенсатор давления хотел, да? Да, компенсатор давления давайте делаем. И вроде бы все. И усиление корпуса я вроде бы делал, да? Где они вообще все? Так, вот он. Усиление корпуса. Модуль хранилища. И компенсатор давления. Если я сделаю еще один компенсатор... Усиление корпуса. Пластыль... Опять, опять этот компьютерный чип, блин, нужен. Так, ну, хер с ним. Сделаем, допустим, усиление корпуса. Мне интересно. Две штуки, если я туда поставлю. Засуну в него две штуки. Он что, в два раза прям прочнее будет? Или нет? Вот этот реально интересный вопрос, который меня это вот сейчас напрягает. Так, сейчас посмотрим. Берем себе еду. Берем себе воду. Вот так вот пьем. Пьем. Кушаем. И кушаем. Берем водичку еще. Три бутылочки нам вроде бы хватит. И берем себе еду. Три штуки, да? Ребятки, вроде бы все. Яйцо можно оставить здесь. Даже не здесь. У меня это все дело стоит. Вот здесь вот. Так, пропульсионная, репульсионная. Блин. Сейчас, 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 сейчас. Куда ее оставить? Куда ее вот это? Куды, куды, куды? Где место есть? Место, наверное, будет здесь. А, пропульсионная. Это у нас вот это вот. Нет, давайте я сейчас буду... Или давайте, пусть будет обе штуки со мной. Так. Смотрим. Куда можно втыкать все это? Упс. Опять я выкидываю, как обычно, на левую кнопочку. Или на правую, что-то я там нажал. Не то. Ага, это у нас затмение. У нас еще не ночь. Не наступила еще ночь. Не надо пугаться. Все нормально. Раз и два. Да, прикиньте, ох, хереть, блин. Можно даже все вот эти вот компенсаторы давления даже ставить. Четыре штуки. А у нас что, хранилище сделалось? Побольше. О, вот это вот хранилище. Неплохо. Неплохо. А глубина? Тысяча пятьдесят. Мало. Мало. У него, наверное, было девятьсот. А сейчас у него тысяча пятьдесят. Давайте я сниму. Тысяча пятьдесят было, да? Да, девятьсот и тысяча пятьдесят. Ну, пусть будет тысяча пятьдесят. Что поделаешь? Хочет тысяча пятьдесят, что было? Сейчас будет ему. Все. Погнали. Я вроде готов. А, взять еще энергией ячейки с собой, которые уже загрузились. То есть, зарядились. Одна у нас лишняя. Одну ячейку ставим, допустим, вот сюда. И мне, мне так думается, что ему зарядки вроде бы как хватит. Надеюсь. Надеюсь. Сколько у тебя зарядка-то? Тихо. Энергии шестьдесят шесть. Сейчас мы это все поправим. Знаете, как мы это поправляем? Сейчас я вам покажу. Сейчас я вам покажу. Для этого мы идем вон туда. Давай-давай, беги-беги. Вот так, красавец, молодец. Я выхожу из него. Берем мотылек отсюда. Он у нас хорошо здесь припаркован, друзья. Припаркован. Так. И вот сюда вот. Кстати, друзья, не забываем, не забываем. У нас есть ВК. В ВК у нас там стоит голосование. Как назвать робота этого и как назвать нашего мотылька. Заходим в группу ВКонтакте и голосуем. Потому что это совсем немало важно. Давай. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо. Давай. Давай. Трудно сюда вообще залезть. Вот таким вот образом я его сейчас буду заряжать и очень-очень быстро. Я уже вроде бы название говорил, вроде бы или не говорил. Вы прикиньте, сколько он жрет. Охренеть. Офигеть. Сколько энергии он жрет. Сейчас, сейчас, сейчас все будет. Сейчас нормально все будет. В смысле? Он что, это, эта хрень не успевает, что ли? Я вш... Блин, я съел. Да. Неплохо. Неплохо. Вот эта вот ерунда не успевает. Биореактор даже не успевает делать энергию. Короче, как назвать робота этого нашего? Назовем его присоской или железным человеком. Или как назвать нашего мотылька этого? Немо или октопус. Это вы же предлагали варианты, так что не удивляемся. Немо и октопус. Ну, в принципе, у него нету восьмищупалец. Чтобы октопус его называть. Но все же, это предложение пришло от вас, ребятки. Так что, заходим быстренько. Очень быстренько заходим в группу в ГВК. И голосуем. Голосуем, как, какое имя каждому из них давать. А сейчас, погнали. Падаем. Падаем, отлично. Отлично, падаем. И погнали. Идем, короче, в тот биом, где я еще не был. В биореактор можно поместить только органическая... Хрень, короче. Так, вроде бы нормально, да? Ходит, бегает. Кадры у нас вроде бы как бы нормально. Вроде тоже 60 хером там кадров. А то я думал, будет здесь лагать. Но, по идее, вот здесь иногда бывает подлагивает. Вот в этот вот биом. Здесь много чего тут нарисовано. Тихо. Так, секундочку. Кое-что хочу проверить. Он достанет до этого? Не-не-не, не сюда. Ну, хрен с ним. Раз хочешь сюда, так сюда. Так, ребятки, я буду у того биома, который мне нужен. И включим запись. Это они такие звуки делают, да? Неплохо. Совсем неплохо. Смотрите, и у нас сам этот аппарат, робот. Да, кстати, я уже не выключал запись, так что мы идем дальше. Он у нас... Что он делает? Он зарядился. Наша стыковочная шахта, она заряжает все агрегаты, вот эти вот, типа робота этого. Или мотылька нашего заряжает сразу же, прям моментально. И таким образом получается, что очень быстро у нас тратится... Тихо, 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 не надо, не надо. Тратится энергия. Так, где этот биом? Он, наверное, где-то здесь будет, да? Биом, который меня интересует, а? О, там дырочка. Но там тысяча метров, не знаю, там будет, наверное, больше тысячи. Сейчас посмотрим. Сейчас дойдем до этой дырочки. Блин, левиафан здесь. Это, конечно же, проблемка. Большая проблемка. О, здрасьте, маленький. Как у вас делишки? Что тебе могу сделать? О, сейчас попробуем. Давай пробурим его. Давай, 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 давай. Ух ты, убежал. Кстати. Кстати, он убежал, смотрите, а? Телепортнулся отсюда, неплохо. Молодец, молодец. Но меня чуток продамажил. У нас сейчас состояние этого... Робота, блин, креветки. Состояние у нас 97%. Что там за дырочка, блин? Так. Это кедру земли, что ли? Ну, планеты. Да. Но я сейчас не готов к этому идти. Сейчас я не готов, ребятки. У нас... Я понимаю, что у нас хорошее расстояние. Короче, там это вот глубины можно достичь. Тихо, тихо, тихо. Не багуйся. Это что за звуки? Это что такое было? Паучки разные. Так, мне наверх... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это вообще опасно. Это вообще опасно, блин. Мне надо отсюда убираться. Убираться отсюда надо. Понял. Уходим. Но не так высоко. Не так высоко. А то меня этот Левиафанблен слопает за секунду. Не знаю. Я одного уже как бы это замочил. С помощью такого работенка. Но... Так, где этот биом? Так, ребятки, я иду искать. Вторая попытка. Вижу, он мне прямо... Давайте. Убить просто реально или нет? Это он меня так выкинул? Ого. Нихера себе. Ничего не понял. Да, он телепортнулся туда. Понял. Идем дальше. Идем дальше. Наш биом где-то вот в этом... Направлении должен быть. Да, здесь темно. Страшно, конечно же. Но там будет еще темнее. Еще страшнее, по идее. Так что... Ой-ой-ой. Это мне сейчас... В смысле? Где-то долбанный биом. Там опять этот... Там другой уже Левиафанблен. Там, блядин, Левиафанблен был. Здесь один так. Идем дальше искать. Упс. Ёлки зеленые. Вот это вот поворот. Так. Сверлим его. Сверлим, сверлим, сверлим. Тягу не трогаем. Охренеть. Давайте кататься на нем. А раз уже... Такая уже возможность появилась... Опс. Я его бросил, да? Ёлки зеленые. Вот. Это, ребята, случайно. Это вообще случайно. Я искал этот гребаный биом, блин. Кататься могу на тебе? Или не могу? Охренеть. Он что, отстал от меня, что ли? Я не понял. Такого быть не может. Чтобы он отстал от нас. То есть, чтобы он от жертвы отстал. Быть просто такого не может. Вообще быть не может. Ребят, я искал всякую х... Да. Весело. Я в какой-то яме долбанной. А здесь два левиафана. Так. Не-не-не-не-не. Давай-давай-давай-давай-давай. Убираемся отсюда. Убираемся в сторону базы по чуть-чуть. Давай быстрее, блин. Давай-давай. Вот так вот. Немножко скорости. Уходим от него, да? Их там две штуки. Охренеть. Вот это вот жопа. На самом деле. Так. Блин. Успел хоть запись включить. Показать, что да как. Что бывает и что может случиться. Да. Всякая хрень, короче, может случиться. Но я так и не мог найти биом, который меня сейчас интересует. О, это что за ресурс? Это у нас медь? Сейчас посмотрим. Это, наверное, медь. Но с медью у меня проблем нет. Где? Не упало ничего? А, вот кусочек упало. Есть. Упало. Да. Не, серебряная руда. Кстати, неплохо, неплохо. Но у меня серебряные руды там... Вроде бы не проблема ее найти. Вон у нас там серебряные руды полным... Полном. Блин, иду дальше. Иду искать биом нужный. Ребятки! А вот и я нашел. Даже не я нашел, а меня нашли, блин. Вот и нашелся биом. Нужный. Вроде бы нужный, потому что такие вот животные только там и находятся. Так, его надо, наверное, просверлить этого. Потому что он от меня так и не отстанет. Где он? Паучок этот. Паучище. Наверное, нашелся, потому что... Да. 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 Вот это то, что мне надо было. Вот это и есть гребаный биом, куда я хочу попробовать пойти с помощью моего робота. Друзья, не забываем про группу ВК. Здесь мне придется уже закончить запись, потому что у нас целых 27 минут уже. Или 28 уже идет. Видосик. Так, выхожу. Сначала тестируем. Блин, где у меня этот сканер на пятерочку? Вот так вот ставим. Комната сканирования, кстати. Неплохо. Я ее не изучал вроде бы, да? Отлично. Есть. Один кусочек. Только один кусочек. И здесь... Так, сначала мне придется покушать немножко. Так, это вот так вот. Упс, не покушать, а попить. Понятно. И на следующей серии мы пойдем вот в этот вот опасный биом, где у нас находятся очень и очень опасные твари. Вы их уже слышали, да? Вы уже их слышали. Что ж, друзья, с вами был Кентавр. Это была игра Сабнатика. Надеюсь, вам все понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Это у нас... Звуки какие интересные, да? Это у нас была подготовка. Это на самом деле была подготовка... Это, кстати, не хлам. Подготовка к этому ядерный. Ух ты, ядерный реактор. Сейчас изучим ядерный реактор. Неплохо, совсем неплохо. Так, две штуки из трех. Еще один кусочек мне нужен. Будем экономить. Не буду всегда ходить с помощью моего этого робота. Будем экономить и будем и так, и так, короче, плавать. Потому что батареечки, энергиячечки нужно реально экономить. Что ж, я с вами прощаюсь. Ставим лайки, ребятки. Чем больше лайков, тем быстрее у нас появляется следующая серия. Всем удачи и всем пока. Да, про группу ВК не забываем. Идем, идем, голосуем, как называть этого. Какое имя ему дать. Всем удачи.